С 11 июля контролировать работу эвакуаторов будет не край, а город. Решено, что требования к эвакуации станут гораздо строже. Об этом на очередном планерном совещании заявил глава города Анатолий Пахомов. Не должно быть специально закрепленных экипажей, которые только занимаются эвакуацией, потому что считается, что это какая-то коррупционная связь. Что эти экипажи, которые сотрудников полиции идут, те два, то за ними идет вероница самих этих эвакуаторов. И по большому счету они не заботятся о самой безопасности дорожного движения, а заботятся о экономике. Сигнализировать о нарушениях правил парковки должен любой сотрудник ГАИ, который видит это нарушение, и сообщать в службу эвакуации. Она, в свою очередь, не должна быть выборочной. Убирать нужны те машины, которые реально мешают движению других авто и пешеходов, отмечает мэр. А делать заявку в полицию о таких нарушителях будут и волонтеры. Они будут дежурить на центральных улицах Сочи и Адлера. Ведь порядок на дорогах – дело общее. 20-30 ребят, которые будут мониторить вот эти участки, где эвакуация идет неправильно, там, где таксисты, и звонить 02 полицию, и звонить командиру роты. Он на законных основаниях дает команду близлежащему там своему экипажу. Экипаж подъезжает и выписывает протокол, а в это время подъезжает эвакуатор. Кубку конфедерации порядок нужно навести не только на дорогах, но и на городских улицах и во дворах. Это тоже общая задача. Как и вопросы безопасности. Все российские гости, которые приедут на футбольный праздник, должны быть обязательно зарегистрированы по месту пребывания, настаивает глава города. В полицию должна тут же передаваться информация и о тех, кого городские предприятия принимают на работу. Интерес к нашему городу и интерес к тем событиям, которые здесь происходят, очень огромен. И, к сожалению, и у тех, кто хочет нам навредить. Поэтому внимательнейшим образом повторю еще раз. Безопасность, безопасность и безопасность. Это наша задача. И сосредоточиться надо на этих вопросах. Чистота пляжей и воды в море – этот вопрос сегодня тоже как нельзя актуален. В городе уже много туристов. Работа по пресечению сбросов неочищенных стоков в водоемы не прекращается ни на день. Пробы воды в море берутся регулярно. В 2017 году отобраны исследованы уже 655 проб морской воды в зонах купания. Все пробы морской воды, отобранные в зонах купания, соответствуют гигиеническим нормам. Этот контроль осуществляется, мониторинг практически ежедневно, с учетом того, что сейчас открываются пляжи. Результаты есть, но работу нужно усилить. Ведь с каждым днем температура воды в море будет все выше, а отдыхающих в городе все больше. Анатолий Пахомов настроил всех на серьезную работу. До конца Кубка Конфедерации, то есть до 2 июля, все городские службы будут трудиться в усиленном режиме. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.